Добрый день, сегодня инбоксинг это неожиданно Squire Volt 2M от компании Chiima Fangia на самом деле от саббренда X-Men не вижу, чтобы это было где-то написано Chi Toys вот, X-Men Design вот она, все есть ну, упаковочка похожа на такую же упаковку от Megaminx здесь мы видим такую интересную иллюстрацию самого Squire и опции Black Base, Yellow White Black White что это значит? Ну, это черный Squire со стикерами цветной с белым-желтым то есть, как обычный Squire и цветной черно-белый ну, черно-белый, как многие уже знают и стало понятно по превью одна сторона черная ну, другая белая то есть, стандартный Squire вот он, X-Men был вот такой ну, а теперь с черной стороной ну, к этому чуть вернемся давайте посмотрим, что в коробочке помимо подставочки к которой прилипла пружинка и гаечка быть может это пружинка другой жесткости а быть может это просто запасная не проверял пока не знаю есть еще одна пружинка и гаечка а давайте их сравним она ведь вроде бы похожа хотя может быть они и разные не знаю не знаю есть инструкции не открывал не смотрел в инструкции что-то здесь есть какие-то формы для Squire даже по-английски но с другой стороны по-китайски ничего нового если кто-то пользовался вот этими дополнительными пружинками расскажите меня в принципе устроила заводская которая в самом Squire так что пока трогать я их точно не буду либо просто запасные либо они действительно другая жесткость визуально по ним не видно убираем и сам Squire да черная сторона сразу выделяет вообще Squire поставляется в нескольких вариациях помимо того что можно сторону черную можно желтую можно цветной пластик можно черный пластик с наклейками можно также по-разному расположенные магниты в моей версии с магнитом слайс и верхняя грань и нижняя грань можно просто с одним слайсом я взял по максимуму поскольку мне нравятся магниты на верхней и нижней грани и без них мне совершенно не нравился первый X-Men Вольт давайте с ним сравним чисто визуально логотипчик стал чуть меньше и золотой так внешне похоже но такое ощущение что чуть ниже стал Squire производитель внес достаточно много различных изменений которые по сути нам какой-то информации сейчас не дадут самое важное изменение это то что есть магниты много чего доработали чтобы посмотреть магниты можно снять эту зеленую планку и сразу они видны вот такие вот магнитики такого размера и так расположены маленькие очень маленькие но они очень сильные то есть они просто приклеены но расположены в пазах то есть тут не ошибешься кручение этот Squire у меня уже порядочно месяц полтора как не больше все руки до него не доходили и тем более я достал из коробки и он мне не понравился совершенно просто ужасное вращение совершенно тугие повороты верхней и нижней грани ну если сравнивать с Yuxin а со старым X-Men сравнить я не буду больше если сравнить с Yuxin то Yuxin был в разы лучше но пришлось снять вот эту крышечку подастраивать болтик добавить смазки и Squire начал вращаться более-менее нормально теперь с Yuxin да внешне ну так вот они выглядят справа Yuxin с желтой грани слева X-Men Volt 2 вот такие вот у них цвета немного отличаются ну конечно узнавать будут скорее по логотипу и по черной грани по силе магнитов слайс на Yuxin чисто так как субъективно кажется чуть-чуть сильнее ну либо они одинаковые либо слайс на Yuxin чуть сильнее потому что на Volt прям совсем пропеллером вращается на Yuxin в принципе тоже но чувствуется фиксация чуть больше по вращению верхней и нижней грани у Volt значительно сильнее фиксация настолько сильная что изначальность коробки кажется отвратительной неудобно вращать очень неудобно и не хочется но если мы потихоньку будем вращать мы видим четкую фиксацию вот особенно на больших половинка прошла четко фиксируется в итоге я уже открутил не так много сборов штук 300 и лист коробки притерся стал хорошим стал удобным по поводу черной грани ну это больше благословство ну или дело вкуса какого-то особого преимущества как на Megaminx черная грань не дает если мы вспомним Megaminx у которого эти черные детальки были опционально то есть они шли в комплекте их можно было самовольно поставить здесь же решили продавать либо такое либо такое ну не знаю разорились бы они на несколько кусочков пластика положение их отдельно либо просто позволили людям не сморачиваться с перестановкой и сразу купить то что нужно ну могли бы в комплекте положить ну это скорее минус хотя не так важно в итоге лучше ли этот сквайр чем Yuxin да они примерно на одном уровне если хотите чуть более сильную фиксацию верхней грани то берите вольт если послабее то Yuxin после там сотки сборок на вольте берешь Yuxin кажется ну совсем слабенькое проходит там какое-то время берешь в руки Yuxin и собираешь как на отличном сквайре и радуешься то есть они оба достойные единственное у Yuxin в первых партиях были какие-то неполадки с тем что они очень крепко сидели магниты иногда они вылетали их приходилось подклеивать не знаю как сейчас вот у меня в первой партии было так немного не конкретно на этом сквайре а вот у моих учеников кто брали сквайра случалось на вольте проблем никаких ну и на Yuxin у меня конкретно на этом сквайре тоже проблем не было все хорошо то есть я этот сквайр даже не настраивал вольт да настраивал но скажем так наверное буду собирать пока на вольте не потому что он сильно лучше а просто надо на нем тысячу открутить и пособирать Yuxin стоит значительно дешевле если у вас сквайр первый то нет смысла брать какие-то немагнитные версии берите Yuxin ну или сразу X-Man X-Man просто вольт мне никогда не нравилось это был единственный топовый сквайр и хоть все его там и хвалили для меня оказалось каким-то вязким возможно я не смог его настроить возможно даже и не пытался я долгое время пренебрегал сквайром как скоростной дисциплиной и открутив там полторы тысячи сборок на Yuxin Little Magic я как раз тогда сделал обучающее видео наконец-то какие-то более-менее приемлемые результаты стал показывать ну и полностью изучил что в нем есть и откуда это берется на данный момент два топовых сквайра один подороже один подешевле у одного магниты посильнее другого послабее у одного есть опции с черной гранью и совершенно не нужная наверное опция которая позволяет купить версию без магнитов на у диде не знаю кому такая нужна ну если кому-то она и нужна они могли бы и старым вольтом собирать наверное ну может быть и есть любители не знаю я не из их числа сквайр достойный скажем так острой необходимости менять Yuxin на вольт нет он конечно не очень дешевый но не так дорог как к примеру GAN Megaminx GAN XS то есть его позволить себе можно просто из любопытства скажем так неплохой сквайр Yuxin тоже а на этом все всем спасибо всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok